МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Итоги недели. Я Елена Кутузова. Что изменилось за последние 7 дней? Решение властей, настроение в обществе и мнение экспертов. И вот о чем пойдет речь сегодня. Велопробег, парад воздушных змеев и выступления кинологов в Бобруйске креативно отметили День солидарности трудящихся. В спасении человеческой жизни важна каждая секунда. В городе открыли современный кабинет компьютерной томографии. Все медиа в одном пространстве, в столице. Завершилась выставка СМИ в Беларуси 2019. Чем она запомнилась журналистам нашего телеканала? Руками людей. В преддверии Дня печати покажем, кто создает еженедельник БЖ. Живы пока помнят. В Бобруйске в канун Дня Победы поздравляют ветеранов. Шоу для зрителей. В Бобруйске закрыли хоккейный сезон. Первый день мая – праздник весны и труда. Торжество с более чем вековой историей отмечают в 150 странах. Долгое время Первомай был символом в революции, имел политическую окраску и отмечался демонстрациями, митингами и парадами. Сегодня где-то сохраняют традицию собирать людей под профсоюзными лозунгами. У нас же это яркий весенний праздник с народными гуляниями, концертами, ярмарками и дружескими пикниками. Для большинства белорусов Первомай – это выходной и лишний повод для встреч с семьей и близкими друзьями. В Бобруйске в этом году праздник отметили тысячи человек. Власти организовали для жителей и гостей города насыщенную культурную и спортивную программу. Эпицентром проведения мероприятий стала площадка у Ледового дворца. О том, как в 21 веке чтут традиции прошлого, Ангелина Декон. Сотни людей, автомобили ГАИ и флаги предприятий. В этом году праздник труда открыл велопробег. Еще на старте у Вечного огня можно было оценить масштабы происходящего. Здесь собрались профи и любители спорта всех возрастов. Первое мая – праздник. Все-таки интересно принять участие в такой велогонке. Я думаю, что это прибавит только, скажем, популяризации здорового образа жизни в городе Бобруйске. Молодежь собралась. Это очень здорово. Это радует. Все за зоршим, все за спортом. Много людей. Но это к лучшему, чем курение. Я с 14 лет занимаюсь этим делом. Первый тренер мой – Игорь Петрович Карпенко, с которым мы тоже проводили гонки и еще будем проводить. Вот. Я без этого уже себя просто не мыслил. Вот мне 67 лет будет, 6 августа. Ну, я думаю, что я еще покатаюсь. Дал старт движению мэр Александр Студнев на личном двухколесном коне на протяжении всех 7 километров задавал темпы и подбадривал горожан. Замыкали колонну семьи с маленькими детьми. Никто, несмотря на расстояние и сильный ветер, не сдался. Финишировали у ледовой арены. Без остановки проехать для вас лично было привычным делом или все-таки немножко сложно? Вообще маловато даже. Абсолютно. Поэтому вообще в среднем, я считаю, нужно проезжать на велосипеде не менее 30 километров. Что мне и удается иногда. Замечательный такой велопробег. Великолепно проехали. Получили заряд энергии, удовольствия. Все для здоровья. Горожане признали, что велосипед – их любимое средство передвижения. Особенно в летний период. Комфортные дорожки и достаточное количество специальных парковок позволяют прокладывать различные маршруты. Ну а проехаться по главной транспортной артерии Бобруйска – особое удовольствие. Сколько человек от предприятия выехало? Около 50. Замечательно, преодолели с удовольствием. Под красный цвет. Так что не такой он и красный. Всем за воду проехали. Кто захотел. Очень хорошо, хорошее мероприятие. Побольше бы таких было в нашем городе. Спасибо организаторам, потому что делают вот такие вот мероприятия. И молодежь подтягивается. Это очень-очень приятно. Пока спортсмены переводили дух и парковали велосипеды, на сцене начался концерт. Творческие коллективы презентовали лучшие номера горожанам. Кульминация праздника. Награждение от профсоюзов. Грамоты самым активным отличникам труда. Инна Новикова одна из немногих, кому вручили награду. Только за прошлый год директор Дворца искусств смогла преобразить учреждения культуры. Обновилась так называемая одежда для сцены и гардероб артистов. Продолжается ремонт отдельных помещений. Что касается творческой части, многие коллективы подтвердили свои звания. Солнечная сторона стала народным. Важно то, что люди ценят то, что ты делаешь. И это определенная благодарность. И в то же время определенное подведение итогов. И я понимаю, что профсоюзная организация Дворца искусств достаточно серьезная организация. И мы проводим большую работу. Поэтому это награда не только мы, это награда всего коллектива. Тематические площадки, соревнования картингистов, запуск воздушных змеев и выставка работ ремесленников. На празднике каждый смог найти развлечение по душе. Музыка поднимала без того хорошее настроение. Пока на площадках под открытым небом разворачивались массовые гуляния, в самой арене депутаты и представители вертикали власти играли в настольный теннис. Дальше были коньки. Популяризировать здоровый образ жизни нужно не только в момент праздников. Но если, скажем, это делается именно в таких торжественных мероприятиях, особенно если это делается с таким большим количеством единомышленников, как сегодня в нашем велопробеге, я считаю, что это очень знаково и нужно. Мы хотим, чтобы люди были здоровы, жители были здоровы, меньше обращались, встречаем, наши детки были здоровы. Поэтому тем самым мы призываем всех более активнее заниматься спорным, более активнее двигаться. Завершился праздник лишь вечером, но уже совсем скоро бобруйчан снова ждут торжественные выступления, концерты и развлекательная программа. 9 мая «Все Беларусь» отметит самый трепетный праздник весны – 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ангелина Дикон, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Александр Викторович, Вы только что преодолели расстояние в 7 тысяч метров. Скажите, как самочувствие, как настроение? Настроение просто замечательное, самочувствие великолепное. Я думаю, что у всех участников сегодняшнего велопробега тоже. Потому что мы открыли сегодня велосезон, прекрасный сегодня праздник 1 мая. И здесь, на этой площадке, сегодня большое количество людей. Я думаю, что они успеют и отдохнуть, и повеселиться. Детям здесь будет хороший отдых. Работает сегодня и выездная торговля, и аттракционы. Каждый может найти себе по интересу занятия здесь. Это Ваш личный двухколесный транспорт? Да, конечно. Как часто Вы им пользуетесь? Ну вот, с сегодняшнего дня, я думаю, что до глубокой осени буду кататься. Постараюсь не менее двух раз в неделю. Сколько Вашему велосипеду лет? Уже почти 10. Как-то Вы особенно за ним ухаживаете? Или почему он так сохраняется хорошо у Вас? Ну, я думаю, что у любого человека есть определенные, наверное, вещи, за которыми нужно всегда следить. То ли это машина, то ли это велосипед. Поэтому, если постоянно ухаживать за ним, он будет и служить тебе верой и правдой. Скажите, пожалуйста, для государства велосипедный спорт – это дорого вообще в городе иметь велодорожки, содержать их? Ну, я думаю, в первую очередь, в любом сегодня городе должны быть велодорожки. Для того, чтобы люди могли найти возможность, в первую очередь, и время для отдыха. А второе – для безопасности, потому что велодорожки – это безопасность. И, конечно, нам сегодня самое главное и важное, наверное, чтобы люди привыкли к этому. Потому что мы, наверное, многие видим о том, что люди не привыкли сегодня. Если отведены места для велодорожки, то она и должна использоваться для велосипеда, а не для пешеходной зоны. Поэтому люди пока привыкают. Ну, а в городе мы в любом случае наращиваем сегодня километры велодорожек. У нас в прошлом году появились веломаршруты, по-моему, шесть их полноценных. Мы даже готовили репортажи на эту тему. А вот появятся ли в будущем еще дополнительно какие-то? Конечно, появятся. Мало того, что мы сейчас активно занялись и ремонтом определенных тротуаров, где сегодня возможно сделать дополнительно и веломаршрут. Поэтому в любом случае эта работа будет продолжена в этом году. И активно мы будем ей заниматься. Скажите, а вот такой вопрос. Планируется ли возле зданий исполкомов администрации районов организовать велопарковки? Будут ли они пользоваться популярностью? Может быть, чиновники пересядут на экологичный транспорт? Я боюсь ошибиться, но, по-моему, возле администрации Ленинского и Первомайского района велопарковки есть. А вы замечали, что кто-то из глав администрации, может быть, добирается на работу на велосипеде? Ну, не знаю, как на работу, но сегодня все главы администрации участвовали в велопробеге. Поэтому нашли они время, нашли они возможности, нашли свои велосипеды. Кроме велосипедного спорта, какие непрофессиональные виды все-таки нужно развивать в городе? Я думаю, что это для каждого индивидуальный вид спорта, отдыха. И каждый по своему интересу находит себе занятие. Потому что нельзя так сказать. Кому-то нравится футбол, кому-то нравится баскетбол, кому-то интересно ездить на велосипеде. Поэтому каждый по своим интересам находит себе занятие. И это сегодня в городе возможно. Большое спасибо за интервью. Спасибо вам. Присоединяйтесь все к велопробегу. Находите время, возможности. Ну и, конечно, самое главное, чтобы было желание. А в этот замечательный солнечный день желаю всем прекрасного настроения. Хорошего, радостного веселья, праздника. Ну и, конечно, всех с этим замечательным праздником 1 мая. Обучающихся внесут в единую базу данных. Март повышает тарифы на тепловую энергию и токсичные забавы. Госстандарт Беларуси запретил ввоз 16 наименований детских игрушек. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков страны. В Беларуси создадут единую базу данных, обучающихся в учреждениях образования. Это госинфоресурс для реализации декрета о содействии занятости населения, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Уполномоченные органы будут формировать сведения граждан от 18 лет, которые получают или уже получили образование на дневной форме и на дому. В базу вносится идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, период получения образования и название учреждения, сбор, обработка, хранение информации в электронном виде. В Беларуси повышается тариф на тепловую энергию. Стоимость гикокалорий увеличена на полтора рубля для организаций, которые занимаются эксплуатацией жилфонда или предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Увеличение ставки предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и вступит в силу с 1 июня нынешнего года. Сообщается, документ не затрагивает тарифы на тепловую энергию для населения. Госстандартом Беларуси запрещен ввоз и продажа 16 номинований игрушек-лизунов российского и китайского производства, представляющих опасность для здоровья детей. Факты продажи небезопасных игрушек, смайлов разных торговых марок и наборов для творчества, пластишка, были выявлены в Витебске и Гомеле. Экспертиза показала восьмикратное превышение уровня миграции формальдегида, пропилового спирта в 28 раз, а метилового спирта в 67. Отмечается, что такие игрушки могут вызвать у детей аллергическую реакцию и даже стать причиной отравления. Президент Беларуси скорректировал условия военной службы. Правки в основном касаются порядка исчисления срока воинской службы, заключения контрактов о ее продлении, формирования аттестационных комиссий, предоставления отпусков и их продолжительности, возмещения расходов на обучение в военных вузах. Скорректирован и порядок присвоения воинских званий резервистам и их увольнения. Минск входит в топ-3 самых популярных для путешествий российских туристов городов СНГ на майские праздники. Такие данные приводит аналитическое агентство Турстат. В список лидеров входят также Баку, Нурсултан, Ереван, Алматы, Ташкент, Бишкек, Кишинев и Душанбе. По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней и расходуют от 60 до 120 долларов в день на питание и проживание. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности майских турпоездок. Современные технологии в медицине. На неделе на базе главного учреждения здравоохранения города. В центральной больнице открыли кабинет рентгенокомпьютерной томографии. Новый аппарат КТ поможет за считанные секунды определить ту или иную патологию пациента, чтобы в экстренном случае не терять драгоценного времени. Он предназначен для решения широкого спектра клинических задач. Сканер высокоэффективен, экономичен, легок в использовании и обеспечивает значительное снижение лучевой нагрузки для всех видов исследований. Подарок от Министерства здравоохранения БЦБ получила в юбилейный, 40-й год. О возможностях бобруйских медиков узнала Мария Бересневич. Современный кабинет рентгенокомпьютерной томографии открывает не только больше возможностей для самих специалистов центральной больницы, но и, главное, экономит каждую секунду, которая бесценна в экстренных ситуациях. Теперь, благодаря новому аппарату Сименс, врачи могут исследовать головной мозг, органы брюшной полости и всю костную систему, вплоть до сосудистых изменений. Можно отсканировать буквально от головы до пят за короткое время, это полторы-две минуты. То есть, существуют такие программы у нас, которые это нам позволят сделать. То есть, и определиться все-таки, где у него больше повреждений, чтобы либо головной мозг оперировать, либо грудную клетку, либо брюшную полость. Новый кабинет функционирует в режиме 24 на 7. Любая часть тела сканируется буквально в течение 60 секунд. Аппарат, в первую очередь, необходим для пациентов, которым нужна неотложная помощь с черепно-мозговыми и сочетанными травмами, переломами бедер, таза и конечностей. Пострадавших с такими диагнозами везут именно в нейрохирургическое или травматологическое отделение. Они есть только в БЦБ. Приходилось раньше пациентов для проведения данных исследований, бывало это тяжелых пациентов, возить на реанимобили в больницу скорой медицинской помощи или онкологический диспансер, для того, чтобы проводить определенные исследования, которые выполняют данный аппарат. Стоимость жизненно необходимого городу аппарата – миллион 260 тысяч рублей. В центральной больнице и в день открытия новые возможности медиков оценили почетные гости. Как бы там банально не было сказано, чтобы меньше он работал все-таки, чтобы все-таки больше было здоровых людей в городе. Рентген-компьютерный томограф появился в учреждении здравоохранения в юбилейный 40-й год. Слова поздравления звучали в адрес тех специалистов, без которых работа даже самого новейшего оборудования невозможна. Сегодня в больнице трудится больше девяти сотен человек, в их числе 146 врачей и 357 средних медицинских работников. За весь этот период времени, за 40 лет, как уже сказал Александр Викторович, сколько людей прошло через ваши руки, через ваши знания, дали возможность вылечиться и сегодня себя нормально чувствовать. Врач Аркадий Василенко в центральной больнице со дня основания, с 1979-го. С тех пор ежедневно сталкивается с так называемыми острыми травмами. После ДТП и в быту. В свои 67 нейрохирург борется за жизнь пациентов около 200 раз в год. Некоторые случаи, как, например, этот, 30-летней давности, помнит, как сейчас. Его когда-то ударили топором, был многоскольчатый, вдавленный перелом черепа. Я его оперировал. К счастью, что все удачно получилось. А потом сделал пластику черепа. И сейчас мальчик работает счастлив и вот женился. Травматолог Геннадий Комаров тоже в числе основателей больницы. Медицина стала для него настоящим семейным делом. 66-летний врач, любитель ЗОЖ и противник вредных привычек. За 40 лет, признается доктор Комаров, не раз поступали выгодные предложения по работе в других городах. Но он остался верен центральной больнице. За годы, отмечает Геннадий Алексеевич, работы меньше не стало. Но с учетом модернизации оборудования, диагностика проходит проще и быстрее. Практически мы никого никуда не отсылаем. Работаем сами. Здесь, в общем-то, и меняем уже где-то, наверное, в последние 10 лет. Тазобедренные суставы уже, наверное, где-то к 2000 уже суставов тазобедренных поменяли. Ну, работы много. Геннадию Комарову и Аркадию Василенко не раз приходилось спасать пациентов в тех самых единственных отделениях города – травматологическом и нейрохирургическом. Несмотря на возраст, оба специалиста дело жизни оставлять пока не намерены. Ведь ежедневно в их помощи нуждаются те, чья жизнь висит буквально на волоске. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Что же касается самой больницы, она была введена в строй в 79-м, как медико-санитарная часть производственного объединения «Бобруйск-Шина». За свою историю она имела несколько названий, но неизменным критерием всегда оставалось качественное лечение горожан. В целом же в городе оказывается достаточно большой объем медпомощи. Только в 2018-м в амбулаторно-поликлинические учреждения обратилось 2 миллиона 750 тысяч человек. 67 тысяч пациентов получили лечение в больницах города. Это жители Бобруйска и пяти прилегающих районов. Подарки и внимание перед празднованием Дня Победы и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Всю эту неделю представители организаций Бобруйска и народные избранники посещали ветеранов Великой Отечественной войны. В Бобруйске в полном здравии их 141 человек. Все они сегодня готовятся к 9 мая. Иван Никифорович во время войны служил в разведке. Диверсии, засады и другие спецоперации. Каждое задание тогда, по словам ветерана, казалось последним. Но удача всегда была на его стороне. Сегодня на парадном кителе более 20 медалей и наград. Есть среди них и самое значимое – Орден Красной Звезды за взятие языка в Восточной Пруссии. Немец этот, правда, не сопротивлялся, а подчинялся нам полностью. Ракеты, как можно, просто справа по пулемету. Мы легли, и он ложится с нами. Ну и после чего, когда он дал ценные сведения, за что я получил Орден Красной Звезды, и мой товарищ, и командир взвода получил Орден Красной Звезды. Впоследствии это определило судьбу Ивана Никифоровича. Он стал офицером, закончил службу в звании подполковника. Кстати, 9 мая 1945-го он встречал в школе младших лейтенантов. В этом году на празднование Дня Победы ветеран пойдет с сыном, который, вдохновившись подвигами отца, стал командиром подразделения «Игру». Батька в разведке служил, и я в разведке. Он воин-интернационалист. На Кубе вот значок получил он за воин-интернационалист. И я воин-интернационалист, потому что в Афганистане. Он орденоносец, и я орденоносец. Он подполковником службы закончил, и я подполковником. Он 31 год прослужил в армии календарных, и я 31. Как-то судьба, получается, что повторял я батькины подвиги, и шел по его стопам. В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» лидеры профсоюзной организации и союза ветеранов вместе с депутатом Ириной Рынейской посетили еще одного свидетеля Великой Отечественной – Федора Аскерка. Подарки, теплые пожелания и приглашения на прием от главы города. Александр Викторович приглашает вас на прием. Председатель городского исполнительного комитета. Сегодня в Бобрыске в добром здравии 141 ветеран. Каждый на вес золота. За ними ухаживают соцработники, им помогают молодежные организации. Чтобы отдать дань уважения героям, трудовые коллективы всю последнюю неделю наводили порядок на улицах, подкрашивали памятники и украшали город к юбилейной дате. 75-летию освобождения от немецких фашистских захватчиков. Евгений Юшковский, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Последствия тропического циклона Фани. Новая эра Рейва в стране восходящего солнца и ЧП в США. Боинг 737 упал в реку. Жертв удалось избежать. Далее обзор самых заметных мировых новостей. Мощный тропический циклон Фани, накрывший восточный штат Индии Адиша, постепенно сходит на убыль. Скорость ветра с 200 км в час упала до 80. Тем не менее, количество жертв продолжает расти. Их уже более 10. Напомню, ранее местные власти эвакуировали более миллиона человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Сейчас в штате отменено движение поездов, не работают школы и госучреждения. В стране закрыты крупные аэропорты, приостановлена работа нескольких морских портов. Нынешний циклон называют самым мощным в регионе за последние 20 лет. Правящая партия Великобритании потеряла около полутора тысяч депутатских мандатов на выборах в органы местного самоуправления. Это худший результат за четверть века. Пока подсчитана половина голосов, но премьер-министр Тереза Мэй уже признает, для партии наступили тяжелые времена. Английские эксперты отмечают успех либеральных демократов, которые желают сохранить королевство в ЕС и небольших партий. Они считают, избиратели устали от разногласий политиков и подвешенной ситуации с Брекситом. Во Флориде пассажирский самолет после приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту лайнера находились более 140 человек. Жертв нет, люди получили незначительные травмы. 21 человек доставлен в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока лишь известно, что самолет совершал чартерный рейс с военно-морской базы на Кубе. Он доставляет военнослужащих, членов их семьи и других посетителей Гуантанамо во Флориду. Новый император Японии Нарухита впервые появился на публике после вступления на престол. Монарх со специально оборудованного во дворце балкона приветствовал собравшихся и дал клятву в своей верности букве Конституции при исполнении обязанностей. Он заявил, что будет стремиться к мирной жизни во всем мире. Нарухита занял хоризонтемовый трон 1 мая после того, как его отец, император Акихита, отрекся от престола. Чтобы увидеть нового монарха, ко дворцу пришли тысячи японцев. Новая эра правления императора страны Восходящего Солнца будет носить имя Рейва, что означает гармонию и цветущий мир. В парке развлечений Wonderland, расположенном в канадском городе Вон, готовятся к открытию самые крутые в мире американские горки. Несмотря на то, что высота аттракциона You Can Steak не превышает 75 метров, что чуть больше половины от роста нынешнего лидера среди американских горок Кинга-Ка в Нью-Джерси, поездка со скоростью порядка 137 км в час будет наиболее продолжительной среди подобных аттракционов. Ее длительность составит 3 минуты 25 секунд. Это единственные американские горки-гиганты, в которых есть мертвые петли. В выставочном комплексе Белэкспо завершилась выставка СМИ в Беларуси. Медиафорум, который проходил в столице республики три дня, собрал представителей ведущих телекомпаний, радио, газет и журналов со всех регионов нашей страны. А еще в Минск приехали гости из России, Украины, Латвии, Литвы, Узбекистана и Китая. Более полусотни экспонентов и полтысячи участников. 23-я по счету выставка СМИ стала самой масштабной. А главной ее темой в этом году – интернет-технологии, вторые европейские игры, уникальность малой родины и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Корреспонденты нашего телеканала тоже посетили ежегодную выставку, но не в качестве обозревателей. Бобруйские журналисты удостоились почетных наград из рук самого министра информации. За 23 года в средствах массовой информации произошли огромные изменения, а международная специализированная выставка СМИ в Беларуси стала брендом и неотъемлемой частью медиа-сообщества. Это площадка для общения. Здесь встречаются профессионалы. Они делятся мнениями, знаниями и опытом. На этой выставке очень много мероприятий, можно сказать, монтатического характера, где будут разные эксперты, где разные будут спикеры, которые будут касаться тем пиара. Из года в год круг участников расширяется. В нынешнем году назначимое медийное мероприятие. Кроме национальных и региональных СМИ, прибыли участники из России, Украины, стран Балтии, Узбекистана. Гости из Поднебесной на выставке уже в четвертый раз. Под аккомпанемент Гуджен представители Китая провели чайную церемонию и мастер-класс по боевому искусству Тайдзи. Мы демонстрируем именно прогресс и результат сотрудничества между двумя странами. Между СМИ и двух стран поддерживаются очень хорошие действия и контакты. На протяжении трех дней в выставочном комплексе Белэкспо были организованы тематические круглые столы, мастер-классы, семинары, викторины, квесты. Каждый телеканал презентовал свои лучшие программы и топовые проекты. Коллеги с СТВ, например, подготовили насыщенную программу не только для взрослых, но и для маленьких зрителей. По традиции последний день выставки – это детский день. В этот день телеканал СТВ на главной сцене презентует свой проект «Живая классика». Гостями станут победители конкурса у юных чтецов. Также будут запланированы выступления белорусских артистов. И, конечно же, мы постараемся как-то включить зрителей в свою программу. Попросим рассказать их любимые произведения на белорусском языке. Также в рамках форума назвали имена победителей национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера». Среди 330 работ определены лучшие в 23 номинациях. Журналисты нашего медиахолдинга до проведения масштабного форума отправили на конкурс несколько авторских проектов. Тема – освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за границей. Проекты «Диагноз бобручанин» Людмила Любимцева и спецпроекты «Репортеры из народа» Елены Кутузовой получили дипломы от уполномоченного по делам религии и национальности Леонида Гуляка. Ангелина Дикон представила сразу три работы. Интервью без галстука с главным муравином города, спецрепортаж «Жены Востока» и журналистское расследование по следам спитакской трагедии. 10 баллов более. За все это – награда от министра информации. Мне удалось провести настоящее журналистское расследование. Я разыскала свидетелей тех страшных событий. И семья Ваграма Карапетяна оказалась под завалами во время землетрясений. Там была супруга, двое детей маленьких и его мама. Именно в эти страшные дни наш соотечественник Вася Горох работал добровольцем. Он с помощью крана доставал людей из-под завалов живых и мертвых. Во время интервью с Ваграмом я узнала, что связь с Васей потерялась 30 лет назад. Все, что он знал – это имя и фамилия Васи Гороха и то, что он из Беларуси, предположительно из Минска. Нам удалось найти этого мужчину, организовать встречу. Спустя 30 лет это было очень трогательно. Впервые на форуме можно было познакомиться с сетевыми изданиями. Кроме того, выставка СМИ стала площадкой для неформального общения журналиста и зрителя. Любой желающий мог попробовать себя в амплуа репортера, телеведущего, предложить свою программу и тему для сюжета. Елена Кутузова, Константин Шевцов. Итоги недели. Эта выставка проходила в преддверии профессиональных праздников пишущей и снимающей «Братьи» – Дня радио и телевидения. А еще Дня печати, который, кстати, в Беларуси отметят уже завтра. Как ни странно, в век современных технологий и электронных СМИ печатное слово все-таки остается актуальным и пользуется спросом среди читателей. Людмила Любимцева заглянула в кулуары газеты с вековой историей «Бобруйское житье» и побывала на ее творческой кухне. Газета «Бобруйское житье» знакомит горожан с актуальными новостями более ста лет. За каждой печатной строкой вековая история города на Березине. Значимый вклад в становление и развитие издания внесли известные белорусские литераторы. Борис Микулич, Пимин Панченко, Михаил Слоньков, Василь Витко, Николай Володкович. Продолжательным славных традиций прошлого является нынешнее поколение журналистов. Мэтр бобруйской журналистики Александр Казак более 40 лет связан с одной из старейших газет города. В прошлом ее редактор сегодня на заслуженном отдыхе, однако без строчки не проводит ни дня и продолжает активно писать для любимого издания. С удовольствием передает свой бесценный опыт новой смене и с интересом следит за всеми изменениями. Пока в руках сила есть для клавиатуры, будем работать. Юная Вероника Бабич – это самая молодая смена. У девушки красный диплом журналиста. Работать в редакции с богатой историей признается – большая честь и ответственность. Ее главная задача – дать читателям объективную информацию и познакомить их с жизнью родного города. Поварившись в этой кухне, я поняла, насколько это интересно, насколько это, даже можно сказать, масштабно. Потому что от того, что ты напишешь, как ты напишешь, ну, это же читают люди, они это должны как-то воспринять, посмотреть, оценить. Процесс рождения газеты трудоемкий и кропотливый. На 32 страницах «Жизнь Бобруйска» за неделю. Актуальное интервью, горячие репортажи с фото и особые мнения. После того, как материал отписанный, они попадают в руки к корректору Ольге Хатько. Она профессионал своего дела. За плечами богатый опыт работы языковедом. Кстати, Ольга не только редактирует тексты, но и сама ведет увлекательные рубрики. Недавно еще пока эта рубрика, поэтому первый раз написала о дедушке с бабушкой моего мужа. Они прошли войну, был у них очень интересный такой случай. Но вот в этот номер планируют друзей, которых я, можно сказать, сама познакомила. Вот напишу о них историю. Оборачивает все в красивую упаковку Юлия Лисун, которая занимается дизайном газеты. Вот, например, последний выпуск издания вышел с обновленным логотипом. На обложке уже знакомый постоянным читателям зелено-красный заглавные буквы – символ газеты «БЖ». Для того, чтобы газета была узнаваема, потому что многие даже знают не «Бобруйскажите» название, а «БЖ» именно. То есть «БЖ» есть свежий номер, спрашивают. Вот, поэтому для того, чтобы читателям было удобнее и более запоминающееся такое название, ну вот решили вернуться к заглавным буквам – «БЖ». В век интернета и современных технологий все чаще приходится слышать, что печатные СМИ теряют свою актуальность. Но люди, работающие здесь, с этим совершенно не согласны. Как бы ни менялся мир и способы получения данных, основным источником информации всегда был и будет печатный продукт, доказано самой жизнью. Люди, которые говорят, о, там печатные органы уже как бы уходят, им не место среди цифровых, я почему-то в это не верю. Я не знаю, может, я старовер, но в любом случае мне кажется, что вот это желание поддержать издание, печатное издание в руках, книгу, газету, оно будет еще долго существовать. Наша газета меняется. Я думаю, что наши постоянные читатели, они уже обратили внимание, что есть значительные изменения в дизайнерском оформлении, в наполнении. По словам Сергея Кухто, у редакции много планов и задумок. Главная задача издания – быть полезным и интересным для читателей. Для этого у бобруйского життя есть все ресурсы. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели. Этот сезон уже история. Игроки хоккейного клуба «Бобруйск» сразились на льду с командой детской и юношеской спортивной школы «Бобруйская арена». Ледовые баталии стали символом преемственности поколений и закрытием сезона. О том, как прошла встреча и о чем мечтают хоккеисты нашего клуба, узнала Ангелина Дикон. Москвич Евгений Демин уже год отстаивает интересы бобруйской команды. Капитан уверен, амбиции и боевой дух позволили спортсменам достичь неплохого результата в хоккее. Сезон закончили на второй позиции в Кубке развития. В качестве подтверждения успешных встреч с соперниками – несколько ключевых побед. Если брать регулярку, то все последние игры мы брали очки у лидеров таких команд, как Кимик Новополоск, Брест, которые очень много значат в Белоруссии. А по Кубку развития мы заняли вторую строчку, я считаю, это очень достойно. Также там участвовало две команды из экстрелигия, и мы дали бой каждой команде и в конце завершили очень удачно. Главный тренер позицию капитана поддерживает. Доволен и результатом, и поддержкой зрителей. Последний матч этого сезона на Бобруйской арене – это своеобразное спасибо за эмоции и передача опыта будущим Харламовым. Мы постарше передаем традиции молодому поколению, что тоже готовились к новым вершинам. Приветствие команд, гимн республики и красная дорожка. Завершение сезона прошло в лучших традициях. Впервые на арене встретились все поколения действующих хоккейных команд Бобруйска. Лучшие из лучших удостоились наград. Несколько минут и шайба разыграна. Хоккеисты клуба Бобруйск уже со старта активно атаковали ворота соперников. Не безуспешно. Встреча завершилась в их пользу. Как позже поделился на камеру тренер юниоров, в целом и у них сезон был удачным. В плане результата, конечно, могли лучше и могли лучше. Должны были даже лучше. Но хороший опыт получили. Я думаю, он пригодится нам в дальнейшем. Самая яркая победа в сезоне? Наверное, когда вытащили матч 1-4 проигрывая за период вытащили матч у достойного соперника. Наверное, вот эта победа была. Сейчас хоккеисты отправятся в отпуск. А с 1 июля начнутся тренировки. Евгений Демин надеется, что в новом сезоне команда Бобруйск все-таки выйдет в экстралигу дивизиона А. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Это были итоги недели. Мы следили за новостями и обсуждали их вместе с вами. Я Елена Кутузова. До встречи ровно через 7 дней в 7 часов вечера. Обсудим самое главное.